предвкушаем встречу с его еще она с мамой моей придут они через где-то часок может чуть позже и так интересно как она отреагирует у меня джебутика у мамы его в шоке как куколю ты же бабушка представляешь мы с тобой так же лежали четыре года назад я и и и и и и и и и Она еще не умеет ходить, может только какать уже, и пить, и есть молочко, и спать. Она ест и спит, ест и спит. Первое купание. Проверьте, не один раз все прогреется, она водичка. То есть мы проверяем, какая вам вода комфортная. Мама тебя скоро возьмет. Давай покушаешь. Ну да, может пока свою ручку поссать. Не маленький? Как раз ее ждал. А Еве был маленький, да, сразу? Нет, она тоже у меня была. Уже совсем другой вид, да? Уже все. Клоботик. Большой человечек. Приветики всем. У нас первый день после родов. Сегодня в Денисе день рождения. 12 июля. Я же поздравила. У нас полдня прошло. Я пью послеродовой чай. Здесь у меня крапива, пастушья сумка и тысячелистник. Сбор. Посмотрите, какая горошинка здесь. Вот горошинка. Ты такая серьезная. Ты прям как депутат маленький. Вот маленький депутат. Невозможная. Невозможная, милота. Такая палата удобная. Знаете, вот я, получается, в прошлый раз рожала в тоже частном роддоме. У нас в Екатеринбурге, по сути, таких два известных частных роддома. И этого еще не было, когда я рожала с Евой. Здесь намного более мягко относятся вообще ко всему. Намного более лояльные все. От врачей, от в целом подхода, который здесь пропагандируется. То есть здесь на каждом углу будет вывешено пульс за грудном, скармливание, йога во время беременности. Прикладывание особо там даже не учили. То есть просто благодаря видео, которое я смотрела сама на ютюбе, Евочка приложилась хорошо. И в этот раз... Ай, ты улыбаешься? Я не могу. Вот эти вот какие-то сладкие метаморфозы, которые с ними происходят. Какие-то... Что-то выгибается, что-то там животик подгибает, ножки подгибает. Это животик будет. Ну что за прелесть? Скоро нам принесут обед, и потом мы зажжем свечи в торт Дениса. Я попросила маму утром принести тортик. Такой небольшой бента-торт, чтобы мы хоть немного отпраздновали. То, если честно, конечно, его день сегодня, ну, такой немного смазанный. Хотя он говорит, что, конечно, лучший подарочек на день рождения. Вот, пожалуйста. Но все равно, как бы, понятно, что мы в роддоме, да, весь день. Сегодня придут нам делать УЗИ, малышки. Мне уже сделали рентген. Завтра у меня тоже мое УЗИ. Мы даже подумали, может быть, раньше свалить. Ну, здесь так хорошо на самом деле. То есть по условиям там, смотрите, у меня какой-то экран есть рядом со мной. Я могу управлять всем, что происходит. Не вставая. Ну, удобно, конечно, благо, благо я нормально встаю, нормально вхожу в туалет. Конечно, первый поход в туалет немножечко было неприятно, но оно естественно. Уже со вторым, с третьим разом получше. Чуть-чуть голова кружится, когда я резко что-то делаю. Ну, резко и не надо, собственно, ничего делать. То есть нам все такое плавно, без подрывов каких-то. Вот, а так все в целом очень даже хорошо. Мы тут под окситоцином каким-то. Который распространяется на всю палату. Сегодня снова придет Евик. И завтра придет. Ну, и послезавтра уже выписка. Ручки все вспомнили, кстати. Вот просто и там пеленание, если что. И как надеть. И даже эти способы Харви Карпа. Помните, как успокоит ребеночка, что она там... Ее вчера купали. И я не могу, она на взрыв прям плакала. Ну, то есть это... Все детки обычно плачут, когда их там моют первый раз. Их, понятно, там распеленывают. Им было тепло. Тут им стало мокро. И она прям вот так вот, знаете, так содрогалась. Я не могу просто спокойно такая стоять. Она же плачет. И я ей на ушко начала так шипеть, типа как белый шум создавать. И она вот успокоилась. Сегодня уже она на веточке вот так повисела у Дениса. То есть на животике. У меня почему-то больше баночек. Тебе больше баночек? Так, давай, твое посмотрим. Давай. Оба это. Греча с рыбой. Греча! Рыба! У меня почему-то и булочек больше, а тебе одно, мне дверь. А мне вообще не надо булочек. У меня Денис Мати купил. Посмотрите, какая прелесть. Че пенка, да, разбилась? Прелесть. Смотри, супер. Мы все, никак не можем приступить к поеданию этого торта. Любимая, это Лики Бабшит. Ты видишь, да. Вот мой тортик. Давайте представим, что здесь есть огонь. Хочешь? Нет, нет. Загадывай желание, любимая. Я подумаю. Давай. Загадала. Супер. Всем приветик из будущего. Я сейчас как раз сижу и монтирую этот самый влог, который вы смотрите. И знаете, что я поняла? Что сегодня 16 день после родов, а я вовсю уже монтирую такая, снимаю, как ни в чем не бывало. Все потому, что я занимаюсь тем делом, которым горю и которое я обожаю. А значит, я могу найти время для него всегда. И, конечно, это не было бы возможным, если бы вся моя работа не была в онлайне, а значит, я могу заниматься этим где угодно, хоть вот как сейчас, например, находясь рядом с малышкой, пока она тут лежит, посапывает, я сижу и делаю свое дело. Мне кажется, этим уже сейчас никого не удивишь, ведь онлайн профессии набирают свою популярность с каждым годом все больше. В связи с этим я хотела бы вам рассказать о спонсоре сегодняшнего видео, крупнейшей профильной онлайн школе Contented, а если быть точнее, о ее курсе «Графический дизайнер с нуля до про». Если вам хочется создавать логотипы, мерч, собственный стиль брендов, заниматься оформлением соцсетей и сайтов, а также продумывать дизайн упаковки, афиш, плакатов, то этот курс однозначно для вас. К примеру, вы захотели проработать идею классной кофейни. На старте за один проект с разработкой собственного стиля можно получить от 40 тысяч рублей. Здорово, что на курсе делается акцент именно на практику. В вашем портфолио окажется 18 сильных работ. А еще вас ждет стажировка в креативном агентстве RedKids, что добавит в ваше резюме подпись с опытом. Вы освоите все нужные инструменты дизайна и погрузитесь в пять направлений. Ну и самое главное, в школе очень удобный формат обучения. Можно легко совмещать с работой, учебой или материнством, например. На всем пути обучения вас будут сопровождать менторы. Это опытные практикующие дизайнеры. И по видеосвязи они и домашку обсудят, и подскажут правильное решение, и помогут установить программу, и замотивируют, что немало важно. При покупке этого курса школа также дарит курс английского языка для дизайнеров. Я оставляю ссылку на этот курс в описании, и также используйте мой промокод PASNOVA, который даст вам скидку 45% на обучение. А мы с вами возвращаемся в роддом. Как мало нужно для счастья. Всего лишь сходить душ. Ты уже другой человек. У нас второй день после родов. Сейчас буду подвязываться бенкунгом, вспоминать. Но пока, пока мне не надо прям подвязываться плотно очень, потому что нужно, чтобы еще матка сейчас сама сокращается. И плюс я не так много еще хожу, чтобы прям нужна была такая поддержка зафиксированная. Но тем не менее, мне прям хочется попробовать. Ягодка наша спит. Что у нас там по животику? Ну-ка, чуть-чуть пониже. Это полотенце сушится. Вот у Бога выглядит. Сейчас такая дезориентация в пояснице, как будто хочется вот так сделать для безопасности. Вот это чаще всего происходит. У меня с Евочкой именно вот так и происходило. Когда ты очень много ребенка так вот держишь, носишь, хочется так завернуться. И вот что у нас получается по осанке. Поэтому надо осознанно проворачивать плечи. Какую-то минимальную гимнастику делать для раскрытия грудного отдела и прям учиться дышать заново. Потому что за 9 месяцев организм привык дышать не на полную. Прямо сейчас так непривычно, когда вот так держишь ребра и на вдохе их прям раскрываешь. Кажется, будто ты дышишь на 200%. Ну что, бинг-кунг? Оцените. Так, один конец. Берем зубы и начинаем намотку с бедер. Ну вот. Сколько у меня минут ушло? О, так ушло до 3 минуты всего. Принесли нам убед. Убед. Сладкая наша. Посмотрите, какие у нее уже эти пятнышки послеродовые. Нам сказали, все пройдет. У Евы так же было. Ну просто в один день просто покрылась. Пирожок. Маленький. Сладенький. Вроде это должна была быть рыба, но это не рыба. Зацени мой бинг-кунг. Красота. Рум-тур по нашей палате. Сейчас на моей кровати лежит круассанчик маленький. Блин, так прикольно, что совсем недавно я делала влог о том, как ходила на экскурсию в эту палату. А сейчас мы уже здесь лежим. Кровать реально очень удобная тем, что она трансформер. Есть такой пультик удобненький. То есть все сделано в целом, чтобы женщина, если, например, одна, ну или муж отошел, она могла все отсюда сделать, не поднимаясь. Вот там позвонить, например, медсестре, вызвать акушерку, благодаря этой ручке подняться, например. Благодаря этому планшету управлять светом отовсюду, потому что здесь есть везде свет. Такие разные источники. Всякие маленькие вот такие вот. Вот кюветик. Кюветик, в котором не лежит крошка. Лежит тут она сейчас. Она и здесь лежит, и там лежит, и на руках лежит. Мы немножко перестановку сделали, потому что вот этот диван стоял посередине и немного занимал место. Короче, мы делимся чуть-чуть вот туда в уголок. А кресло, это мы именно сейчас его переставили, чтобы вместе фильм посмотреть. Но вообще кресло мы поставили вот сюда. Как раз удобно. Приходит там моя мама, Евочка. И здесь место посидеть есть или есть ли кто из врачей приходит. А еще терялась вот эта полка. Точнее, это подоконник. Но, по сути, ее можно использовать как полку. Реально здесь что-то размещать, потому что так поверхности здесь не очень много, чтобы что-то положить. А у нас довольно много вещей. Еще когда заносят там еду, завтрак, обед, что-нибудь еще. Шкафчик. Хранится здесь наша одежда. Там санузел. Там сейчас Денис. Я туда позже зайду. Гортензии красивенькие. Там свежий воздух. Я уже три дня не была на свежем воздухе. Очень приятно вот так подышать. Очень удобно, что в душе есть куча рычажков, за которыми можно подержаться. Точнее, не рычажков, а поручней. И можно даже душ принимать сидя. Я сегодня это оценила, кстати. Потому что действительно после родов, особенно там на первый день, если ты моешь волосы, а это как бы и шампунь, и маска, и все-все-все, ты долго стоишь, пока руки поднимаешь. Короче, может давление подняться, опуститься. Может голова закружиться. Вот. Для этого стульчик. Очень удобно. И круто, что, конечно, гигиенический душ есть. Потому что после каждого похода в туалет подмываться нужно. Здесь нам докладывают всякие нужные вещи гигиенические. Булочка моя просыпается, нет? Просыпаешься? А, ну я не сказала, вот еще этот угол. Собственно, самый популярный, наверное, здесь происходит. Смена подгузника, умывашки, переодевашки. Тоже удобно, что все в одном месте. И здесь все нам положили подгузники, там всякие пеленки. Как раз то, о чем я говорила, что с собой можно было все это не брать. Но я взяла только свою одежду, чтобы она вот такая вот печенька была. Например. А, она так на борт у меня уже нормально видит. У нее же перевернутый взгляд, вроде первые три дня. Нет. Она же вниз головой была. Котик. Она так не работает. Она видит просто тени пока. Доброе утро. У нас сегодня выписка. У меня уже взяли кровь. У мужчинки нашей уже был завтрак. Теперь завтрак наш. Я помню, как, когда мы в прошлый раз Еву рожали, мы брали с собой пекан. Что-то еще тоже. А сейчас я беру с собой перепелиные яйца, потому что мне не хватает белка от рисовой каши обычной. Ты леопардик маленький. Прикиньте, я взяла мало бодиков. Ну, точнее, одежды вообще. Я думала, что я наоборот буду перебарщивать. Ну, типа, что тут менять-то? Но в итоге 4 слипа это мало. Ну, потому что удобнее всего все-таки человечки, вот именно слипы такие. А я еще бодики взяла. Они с короткими рукавами, с короткими ножками. Мы их вообще не используем сейчас, потому что она и царапает себя. И в целом мы температуру держим такую прохладненькую, свежую. И вот слипов маловато оказалось. У нас последние спокойные 20 минут дня. И потом приходит визажист, потом приходит фотограф, потом мы собираемся и выписываемся. У нас такая выписка будет по-тихому для своих. Кто будет только мама сливой? Да. В день выписки, говорю, обычно впечатлений недостаточно. Мы стараемся психологическую нагрузку тоже много маме и ребенку не давать. Поэтому мы дома добрались, мы это наладили и достаточно. Завтра гулять, купать, там куда-то ехать, путешествовать, на дачу ездить. Это все можно и нужно. Самое простное правило. Человек сытый, довольный. Она будет спать, даже если мы тут будем пляски приснять, телевизор перечать, собаку лазить. Чем шумнее? Конечно, тем проще. Если что-то ей не понравится, она вам об этом сообщит. Конечно, без памперсов лучше дышать побольше. Креет, губы краснеют, начинаете мазать. А это еще хуже, чтобы все получается. На попе-то черное пятнышко-то вот здесь увидели? Копчики. Не увидели этот синячок-то? Я еще вчера хотела вам сказать. Ну, Данирович, это у нас куда кормят-то пошли? Татар. Какие? Монголарские. Вот. Это монголоидное пятнышко. Вот, дедушке привет просто. Да. Там монгольская игра на Руси вообще была не зря. В семье все бледно-лицы и русоволосые. Иногда дети рождаются, и у них там волосатые уши, попчик. Есть синяк на попе. Это не то, что акушерка била, чтобы ребенок закричал. Это вот вашу дедушку привет. Интересно, они потом остаются? Нет, они проходят. Там трех годам это все подходит. Блин, надо было съемки. У него, кстати, ямочка такая. У него ямочка на этом месте была. Большая такая, может быть. Это тоже туда же. Да? Да. Ну, как бы, не факт. Сейчас, слава богу, сейчас мыясни. Все как-то. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну, то есть все, что я сейчас пока могу, как я могу уделить себя, чтобы больше время Еве все-таки уделять, я это стараюсь делать. Не знаю, что вообще дальше будет, как будет дальше, но это интересно. Заказали покушать. Пупщик видит сон какой-то. Кто это у нас? Это Сомик Анцитрус. Анцитрус. Анцитрус, да. Какой-то. Цитрус какой-то, да? Потом улитка Ампулярия. 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 А еще кто там? И там две гупи еще? Гупи. Гупи. Ты еще маленькая, тебе нельзя. А вот Ева выросла, ей уже можно. Еве-то уже 4 годика. А тебе 0 и 3 дня. Ты уже взрослая, да? Попробуй, очень вкусно. Мне тоже. Танцы перед сном. Красота. Другое настроение. Красота. 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 Продолжение следует...